Дучи подробежи, он дорогой! Христос, истинный Бог наш, молитвами при чистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных Отец наших, святаго апостола Марка и Божьей памятни не совершается, святых праведный Богу Отец, Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь! Христос, воскресе! На истину воскресе! Христос, воскресе! По истину воскресе! Христос, воскресе! По истину воскресе! Христос, воскресе! Из мертвых смерти, у смех поправ, И в сущем ограбе живо, дарова. Христос, воскресе! Из мертвых смерти, у смех поправ, И в сущем ограбе живо, дарова. Христос, воскресе! Смертью смертил, смерть поправ, И визучим ограбить живот, даровал. Мы слышали Евангелие от Иоанна, 20 глава. Как Господь явился ученикам своим. И Фома был здесь. Фома не поверил, когда ученики сказали ему, что был Господь. Он не поверил, пока сам не увижу и не прикоснусь к рану его. И вот Господь является и говорит, подай руку твою, вложи в мои раны. И поверь, что это я. Но он не дерзнул и говорит, Господь мой и Бог мой. И вот святитель Иоанн Златоустый говорит, не будь неверующим, но верующим. Небольшой отрывок из его беседы. Итак, снова является Иисус и не ожидает, пока Фома станет просить его или скажет что-нибудь подобное. Но еще прежде, чем Топ сказал что-нибудь, исполняет его желание. Показывая тем, что он был с учениками и в то время, как Фома говорил с ними. Он употребил те же самые слова, сильно укоряя его и вразумляя на будущее время. Сказав, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. И прибавил, и не будь неверующим, но верующим. Видишь ли, что сомнение происходило от неверия. Но так было прежде, чем получили Духа Святаго. А после не так, они уже были совершенны. И не этими только словами Христос укорял, но и дальнейшими. Когда Фома, удостоверившись, успокоился и воскликнул, Господь мой и Бог мой. Христос сказал, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны, неверующие, невидевшие и уверовавшие. Вера в том действительно и состоит, чтобы принимать невидимое. Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Говорит апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. Облаженными он называет здесь не одних только учеников, но и тех, которые веруют после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели и уверовали. Однако же они ничего подобного не требовали, но от погребальных пелен тотчас приняли слово воскресенье, и прежде чем увидели самого Христа, уже показали полную веру. Итак, если кто в настоящее время скажет, как бы я желал жить в те времена и видеть Христа чудодействующего, тот пусть подумает, что блаженны и невидевшие, и уверовавшие. При этом случае справедливо можно прийти в недоумение, каким образом тело нетленное имело на себе язвы и гвоздинные, и как возможно было касаться его смертной рукой. Но не смущайся, это было делом снисхождения, тело столь тонкое и легкое, что вошло сквозь затворенные двери. Очевидно, чуждо было всякой дебелости, но Христос показывает его таким для того, чтобы уверить в воскресенье и научить, что именно он был распят, а не другой, воскрес вместо него. Христос воскресе! Мои листы воскресе! Подходите ко Христу, и там на столике лежит раздробленный артос, пасхальный хлеб. Берите аккуратно, рядом лежат бумажки, берите, чтобы завернуть. Пасхальный артос, это освящали хлеб пасхальный и раздавали, это в субботу, уже после литургии, раздавали верующим, принимая, говорится, вместо антидора. Никаких чудодейственных там и прочее, как говорят, всего это вместо причастия храните, что если где нет, то примешь, это как вместо причастия. Это нет, это все выдумки. Опыкновенный, освященный пасхальный хлеб. Во все дни он стоял в храме, на крестный ход с ним выходили, после этого читается специальная молитва, в первый день Пасхи читается на благословение и на раздробление этого хлеба. Потом приносили его в монастыре на трапезу к братьям и раздавали братьям. Принимать его прежде, говорит, еды, добавляется еще, то есть натощак. В воскресенье Христово, видевшем, Пое Um. Поехали. 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 Песня. 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 В следующее воскресенье я буду служить в Потеряевке. у нас праздник 25 лет от возрождения деревни и основания общины от Анфибовской общины поэтому кто может если желает, милости просим приезжайте на праздник